К нам должен подключиться Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр» портала «Варианти ЛВМ», и мы должны разговаривать о Латвии. Но вот он вроде подключается, но при этом никак. Мы все. Я доволен и рад. Все получилось. На репетициях не получалось ни разу. Роман с нами. Итак, говорим о золотой визе Латвии. Гора в плеч, поэтому, Ром, давай, я прям взмок от напряжения. Да. Рассказывай, что сейчас в Латвии и как работает программа «Золотая виза» в нашей стране. Во-первых, добрый день. Мы, конечно, не любим тоже называть ее «золотой визой». У нас обычно используется термин «виза виза» в Латвии. Сейчас довольно такое интересное время. Объясню, почему. Потому что с лета одна из правительственных партий подала предложение об изменении практики предоставления ВНЖ. На данный момент ситуация такова, что эта инициатива, а инициатива эта предусматривает отмену выдачи видов на жительство через покупку недвижимости. Да. Она уже прошла, прошла у нас правительство, получила одобрение. Сейчас она находится в комиссиях нашего парламента. Но в данный момент программа продолжает работать. На вопрос, когда будут эти изменения, я могу только теоретически ответить и объясню слушателям. К сожалению, у нас ситуация такова, что за последние 11 лет, как работает программа «Видов на жительство», ее периодически используют именно представители национального объединения в момент выборов. А у нас в следующем году осенью выборы в парламент и инициаторам запрета на выдачу ВНЖ через покупку недвижимости. Здесь единственное дополню, что еще они предлагают также и прекратить выдачу видов на жительство тем, кто инвестирует в субординированный капитал банков и покупателям гособлигаций, оставив только единственную статью, которая позволяет получать виды на жительство, инвестировав в основной капитал компании. Так вот, у них в следующем году выборы, и им очень выгодно для своего электората использовать эту тематику. Другого ничего они обычно предложить не могут. А здесь мы остановили русских. Да, но, еще раз повторяю, программа в данный момент работает, безусловно, что она не та программа, которая была до 2014 года, да, и после того, как вот эта планка поднялась до 250 тысяч евро, которые позволяют получать вид на жительство, реже ее используют. И особенно сейчас, конечно, проблемы создает факт пандемии, то, что трудно попасть в страну. Но, опять же, вот я сейчас специально только что посмотрел статистику, за первое полугодие у нас оформлено, сейчас скажу по цифркам, оформлено 13 покупок недвижимости для получения ВНЖ, вместе с ними 34 члена семьи получили вид на жительство, и из них россияне было, соответственно, 10 инвесторов и 23. Наверное, понятно, что это не те цифры, что были там, условно говоря, там, но все равно цифры есть. Ну, а давай про условия все-таки расскажи нам. Да, давайте как бы вкратце про условия, потому что они продолжают работать, они действуют, и как бы, может быть, чтобы как-то успокоить слушателей, я надеюсь на то, что не будет такого, что парламент принят решение о закрытии программы, и она закроется моментально, скорее всего, будет какой-то определенный период дан, переходный. Если мы смотрим на практику 2014 года, когда мы переходили с уровня там 142 тысяч евро на 250, то у нас было дано где-то полгода этого срока, когда люди имели право. Поэтому будем стараться исходить из этого. Значит, претендовать на получение ВНЖ в Латвии могут покупатели недвижимости, если они приобрели их в Рижском регионе, но там конкретно выделены в законе даже четкие места, это Рига, Юрмала, Ичцели, Саукрасты, а также Адажский, Кековский, Марупский, Олвинский, Саласпилский края, Гарконская, Ропорская, Саукрастская, Стопинская или Тинужская волосы. Это все по большому счету называется глобальный, это Рижский регион. Значит, если вы купили, и купить нам надо одну недвижимость связанную, я здесь сразу расшифрую, что это означает, связанная недвижимость. Значит, это может быть дом с землей, либо это может быть квартира, и в том же комплексе парковка, и тогда вот это суммируется. То есть, условно, квартира может стоить 230 тысяч евро, парковка 20, суммарно 250, и это считается, что это связанная недвижимость. По закону не может быть покупка незастроенной земли. То есть за это, даже если вы заплатили 250 тысяч, в МНЖ не дадут. В законе также особо выделена, и это недавняя практика, выделено, что вне озвученных мною регионов можно приобрести два объекта недвижимости. Там тогда получается, что они условно должны по 125 тысяч. Но большинство людей, кто входит в программу, они покупают все-таки именно в столице, в столичном регионе, потому что это более разумно с точки зрения ликвидности. Если мы говорим о остальном условии получения ВНЖ, то не должно быть задолженности по налогу на недвижимость. Сделка должна быть проведена обязательно, безналичным перечислением. И вот этот момент, я просто считаю, что на него надо внимание очень большое обращать. У нас очень жесткая сейчас ситуация со стороны банков, и абсолютно все проверяют покупателей. И если эти средства идут от россиян, то там надо кучу подтверждающих документов. И риэлторы наши латвийские рассказывают, что очень много примеров, что да, есть покупатель, но мы не смогли банку доказать, что у покупателя все хорошо с бумагами, и в принципе тогда происходит запрет. У нас запрет на сделку. Запрет на сделку или запрет на получение ВНЖ? Нет, запрет на сделку. Там факт, да, запрет на сделку. То есть очень много таких примеров, что вроде бы есть покупатель, формально у него есть средства, но банк не принял доказательную базу и просто не дал. У нас абсолютно все. И это касается, чтобы россияне тоже понимали, это касается не только нас. Я вчера вот разговаривал с одним крупным нашим застройщиком, который сконцентрирован именно на местном спросе, и именно эти жесткие требования требуют у нас сейчас у застройщиков иметь большие человеческие ресурсы, которые точно так же проверяют всех наших местных клиентов. То есть это нет такое, что избирательное отношение к россиянам, это абсолютно ко всем. Но если у вас, опять же, касаясь этого момента, если у вас там у россиянина-покупателя счет в Европе, ну в Европейском банке, безусловно, это упрощает ситуацию, потому что логика наших проверяющих, деньги в Европе, значит, они уже их проверили, значит, мы уже можем выдыхать. Окей. Значит, смотри, насколько я понимаю, ведь нет разницы, ты можешь купить и жилой объект, или коммерческий. Абсолютно нет разницы. Если ты покупаешь коммерческий, то параллельно покупать какой-то жилой обязанностей тоже нет. Нет, нет, там чутко говорено, что сумма покупки, вот как я сказал, в Риге и Рижском регионе должна быть 250 тысяч, и это один объект. И если вне, в других местах Латвии, то это 250 тысяч, но, возможно, до двух объектов. Вот и все. А разницы никакой нет. Единственная разница вот то, что по госпошлине, при регистрации этой сделки в нашей земельной книге, это аналог, как я понимаю, российского регистра, платится госпошлина полтора процента, если коммерческая недвижимость, то два. Окей. Давай просто еще подбежимся по дополнительным платежам, тем более, что о них как раз говорили, и в Латвии тоже такой момент отдельный. Да. Ну, по платежам, как бы, наверное, мы начинаем с того, что финансовая составляющая, получается, что покупка не менее 250 тысяч. Нотариус, у нас есть три формы заверения сделки у нотариуса, но обычно все используют простую, что он заверяет действительность подписей при подаче прошения в земельную книгу. Он проверяет, там, смотрит личность, смотрит, есть ли какие-то там обременения на объекте, но это все вот простая такая форма, и там где-то укладывается обычно 150-200 евро. Есть еще нотариальный акт, это более сложная форма, когда нотариус там, ну, практически ведет сделку. Нужно, не нужно, это уже клиент решает сам покупатель, необходимо ли ему это, да, но тогда здесь расходы будут чуть выше, там вот я подсчитывал для сделки с квартиры за 250 тысяч, это будет порядка, там, 1025 евро. Затем, значит, канцелярская пошлина, когда вы относите в земельную книгу документы, ну, это тоже 14 евро, чуть больше 14 евро, значит, то, что я называл за оформление собственности, это полтора процента, если это физическое лицо. Ну, для юридических нет смысла говорить, потому что ВНЖ-то дать ты не получишь, если ты оформишь сделку на юридическое лицо, к сожалению. Вот, и здесь замечу, что при оплате госпошлины надо обращать внимание на то, что когда вы покупаете квартиру именно в новостройке на первичном рынке, то госпошлина у вас будет отсчитываться от стоимости объекта минус налог на добавленную стоимость, уже, ну, чуть меньше будет платеж, что и сам по себе. Значит, ну, далее уже то, что идет, это госпошлина, когда вы подаете на вид на жительство, она там просто за рассмотрение документов, там, 150 евро. Есть более короткие сроки, там, за 5 рабочих дней это 450 евро, но из практики, насколько я знаю, на рынке, можно не надеяться, что ваши документы рассмотрят за 5 дней. Вы подадите на 5 дней, будут рассматривать дольше, потому что это тоже, опять же, рассказывают риелторы с рынка, это постоянная практика. Очень углубленно сейчас изучают каждого клиента. Есть примеры, даже вот я общался с человеком, у которого рассмотрение документов в НЖ заняло практически год. Постоянно-постоянно он что-то доносил, доносил, но, слава богу, у него все идеально хорошо закончилось, но вот такая ситуация была. Скажи, пожалуйста, процедура продления, как она сейчас происходит, какие регламенты по времени, по срокам, по платежам? При продлении это уже как бы особо больших расходов нет. Даже сейчас, в условиях того, что у нас пандемия и закрыты границы, обладатели ВНЖ, у которых уже есть решение на руках, они имеют право приехать в Латвию и оформить дальше документы. Хорошо, на какой срок оформляется, я имею в виду, и как потом продлевается? Смотри, формально вид на жительство выдается на 5 лет, не более чем на 5 лет. Но если мы говорим о латвийской программе, есть такая особенность или нюанс, что карточка вида на жительство, она ежегодно продлевается на год. То есть за 45 суток до истечения этой карточки вы должны подать документы на ее очередное продление. Ничего сложного там уже такого сильно не будет. Вы просто должны подтвердить, что у вас эта недвижимость остается на руках. То есть вы ее никуда не продали. Плюс предоставить справку о том, что у вас достаточно средств для проживания. И по большому счету, наверное, все. И то, что вы платили налог на недвижимость. Подать? Это надо куда-то приезжать? Или все это можно сделать удаленно? Нет, увы. Удаленно это сделать невозможно. Это как бы приходится приезжать в Латвию. Да. Первичное получение вида на жительство это можно оформить в посольстве в Москве. Без проблем. Документы на продление. Вы еще единственный вариант, что вы можете как бы все собрать в папочку, оплатить все пошлины и отправить письмо. Это я знаю тоже, вот сейчас разговаривал с россиянами, что они вот оформляют сейчас все эти бумаги и именно для продления вида на жительство и отправляют это заказным письмом в Латвию. Но на получение обязательно надо будет опять приехать на карточки. При получении ВНЖ права и обязанности, то есть какие у тебя требования по пребыванию, что ты можешь, чего ты не можешь делать? Ну, в принципе, первый момент, то, что у нас сразу предоставляется право на работу. Второй момент, не ограничивается срок пребывания. Вы можете как проживать в Латвии, так и не быть в ней и только приезжать, продлевать вид на жительство. Третий важный момент, вид на жительство получает инвестор, несовершеннолетние дети, либо которые находятся на попечении, но это точно так же, как рассказывали в предыдущих, как португальец, по-моему, говорил, рассказывали, что если дети учатся, то они тоже смогут получать, продлевать им вид на жизнь с собой. Вот. И супруга. Так. Наверное, как бы больше никаких таких особых ограничений. Дальше вот по налоговому резидентству, это опять же зависит от того, какой срок вы пребываете. Если вы более полугода, то, понятно, в теории вы становитесь налоговым резидентом Латвии. Про машины вот спрашивали у вас там любимый вопрос. Многие россияне ездят на машинах с российскими номерами, обладая видом на жительство, но официально у нас наша дорожная инспекция просит при этом платить там налог годовой за это. А так вообще классически, конечно, если проживают более полугода, то рекомендуется как бы машину легализовать уже здесь. А права продлевать надо? Права тоже, если вы начали жить постоянно, то вы латвийские должны оформлять как бы права. Но тогда там упрощенное получение как бы может быть. Вот вопрос про 5000 человека при продлении госпошлина. Что это такое? Это было так, что в 2018 году было принято решение правительства о том, что при последующем продлении на пятилетний срок, то есть вот вы пять лет прожили, и вы хотите опять продлить, именно получить временный вид на жительство, то вы должны платить 5000 евро именно с инвестора. Это не платится там с каждого члена семьи, это вы с инвестора. Плюс момент, что, хороший, наверное, то, что вы можете это разбить на пять платежей и просто по 1000 доплачивать. Но нужно еще понимать, что если вы являетесь обладателем виду на жительство, то у вас есть возможность получить постоянный вид на жительство. В законе четко оговорено, как это можно сделать. Первый момент – это вы должны суммарно за пять лет прожить в Латвии более четырех лет. Но будем говорить откровенно, это Латвия, наверное, и Европейский союз, потому что внутри у нас никто не фиксирует, где ты в это время живешь. В Австрии, Италии или так далее. Плюс выезд ваш за пределы, ну, будем говорить, опять же, по закону в Латвии, но будем говорить за пределы Европейского союза, не более чем полугодовой, самый длинный должен быть. И третий момент – вы должны сдать на минимальное знание латвийского языка. Из практики, опять же, вот общался с пожилым человеком, который вначале очень бухтел, недоволен был, что вот есть такой аспект, что надо ему сдавать. Но за три месяца хождения на курсы он сумел, как бы, получить вот тот необходимый уровень. Там вот именно минимальное знание. То есть это для того, кто мотивирован, нацелен, наверное, это не составляет большого труда. И здесь вот я перехожу к тому, что обладая пять лет видом на жительство временным, вы затем можете перейти статус с постоянным видом на жительство. И тогда вот эти пять тысяч, они вас уже никоим образом не будут касаться. То есть вы уходите. Плюс, очень важный момент, обладатели временного вида на жительство, они в течение этих пяти лет не могут продать свою недвижимость. Потому что то основание, наверное, за счет чего они получали этот документ. Но когда вы перешли в статус постоянного вида на жительство, тогда вы уже имеете право по своему усмотрению выбирать другую недвижимость. Скажи, пожалуйста, 250 тысяч евро, ну сумма все-таки немаленькая, что такое сейчас 250 тысяч евро в Латвии? Тем более, что мы говорим только об одном объекте, соответственно, тут... Нет, смотри, я хочу сказать, что, наверное, для россиян это может быть чуть-чуть удивит, потому что мы сталкиваемся с тем, что многие приезжают сюда с мыслью, что на латвийском рынке и на юрмальском рынке все плохо. Но на самом деле за последние буквально два года произошел очень серьезный скачок цены. Вырос сильно спрос и именно за счет местных покупателей. Попытаюсь объяснить, почему, хотя нет вроде бы внешнего спроса. Местные очень долго ждали, им казалось, что этот рынок раздут за счет внешнего спроса. Когда случилась пандемия, изменились предпочтения людей. Люди поняли, что приятнее это время проводить в более природных местах и в более комфортных для их проживания условиях. И так как у нас мы на самом деле очень много работаем на удаленке, то людям потребовались дополнительные площади. И так или иначе, в течение многих-многих лет люди все равно копили деньги. Последние два года, опять же, они не тратили эти свои средства. Это я говорю про местных жителей, на поездки в отпуск, потому что мы все были закрыты, по большому счету мы отдыхали у себя в регионе, большинство. У людей накопились на первые взносы, а у нас сейчас очень хорошая система кредитования. И если мы говорим, что в былые времена для покупки недвижимости бизнес-класса и выше элитной банки местным не очень охотно давали, они не готовы были рассматривать цену выше 2500 евро за квадратный метр, то сейчас банки нормально кредитуют, дают полноценные кредиты по 90% от стоимости на покупку именно недвижимости за 250-300 тысяч евро. Ну, если, конечно, покупатель, кредитополучатель соответствует их критериям, которые они предъявляют к этому клиенту. Поэтому я хочу сказать, что очень трудно на самом деле вот сейчас найти классный ликвидный объект за 250 тысяч евро. Но в классике, раньше, это еще в прошлом году, это была квартира в центре Риги, в центре Юрмалы с двумя спальнями. Сейчас надо быть готовым к тому, что квартира с двумя спальнями, скорее всего, будет уже ближе к 300 тысячам евро. Еще раз говорю, именно потому что и местный спрос пошел на это, и все-таки так или иначе, я слышу от игроков рынка, последние вот буквально с лета чуть-чуть вырос интерес, и люди умудряются добираться. Я тоже спрашиваю, как получается, да? Есть все-таки так или иначе обладатели шенгенских виз, они залетают там условно, Германия, Греция и так далее, и тогда уже там заскакивают сюда. Точно так же, насколько я знаю, Эстония дает россиянам визы, она признает вакцинацию спутник. Точно так же люди приезжают, россияне, в Эстонию, ну и умудряются на пару дней заскочить к нам. Безусловно, сейчас вот эта сама ситуация чуть-чуть непонятная, да? При худшем сценарии, в том документе, который я видел, написано, что срок изменения правил выдачи ВНЖ, это 1 января, да? Не хочется. Когда вот финальное решение? Когда будет понятно, 1 января или не 1? Филипп, ну вот, к сожалению, наших политиков, я за них никак не могу ответить. Я только могу тебе, знаешь, их чуть-чуть логику рассказать. У нас было так, что этот вопрос начали муссировать где-то в начале октября, а потом все темы забил COVID. У нас был, если вы знаете, локдаун, мы только с 15-го вышли, у нас был комендантский час, мы сидели дома, никуда не выходили по вечерам. Вот, сейчас, может быть, они от пандемии отойдут и могут начать об этом. Но я прогнозирую, если честно, что до конца года этот вопрос еще расплывет. Какие там сроки будут? Не знаю, но я думаю, что разума хватит на то, чтобы все-таки какое-то ограничение. Лично я вот, как бы, опять же, прогнозирую, что сама программа там, ну, до лета, да, она может, к сожалению, закрыться, свернуться. Потому что, ну, я понимаю логику тех, кто ее продвигают. У них выборы осенью, значит, соответственно, пиарить они себя, что мы закрыли программу, мы молодцы, они должны начать где-то с лета. Но как будет? Общаясь, опять же, с представителями, с латышскими политиками и так далее, там все тоже неоднозначно. Некоторые верят, что нет, не закроют. Потому что, на самом деле, если разумно мыслить, да, то что мы закрываем? То есть, вот я смотрел там цифры предыдущие года, там, 100-140 покупателей недвижимости. Это не массовый. Это, извините, не 2014 год, когда было... Не больше тысячи. ...петендентами на ВНЖ куплено было 2225 объектов недвижимости. То есть, сейчас было, я понимаю, тоже у них опасение, что вот этот внешний спрос, он разогревает рынок, да? Сейчас, сори, ну, внешний спрос не разогревает рынок. Рынок сейчас разогревает то, что банки очень щедры, потому что, я понимаю, ну, там, для россиян удивительно, да? Сейчас кредиты местным клиентам на покупку новых квартир в микрорайонах Риги дают там 1,6-1,8% годовых, да? Да, это 1,6%. Рассчитывать, правда, на это не может. Опять же, вот часто спрашивают, могут ли россияне получить кредит. Формально таких несколько банков есть, удачных кейсов нету. И потому что местные банки там предлагают сразу 6-6,5% и как бы половину сделки, наверное, максимум готовы кредитовать. Но вот как-то я так сколько не пытался вот этот вопрос у банков, они всегда очень осторожно так уходят. Вроде бы, да, 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 мы можем, но примеров таких нет. Удачных нет, да. Ром, ну и давай тогда заключительный все-таки вопрос, по твоим ощущениям, для кого сейчас программа Латвии? Вот чем она отличается? Не та старая до 2014 года, а текущая, потому что все равно, пусть это единичные случаи, но вот сотни сделок в прошлом году было. Вот эти люди, почему они предпочли латвить другим странам? По твоим ощущениям? Значит, первый момент. Ну, что бы кто ни говорил, и, наверное, как бы, несмотря на информационные посылы о том, что у нас тут душат русский язык, так или иначе, вот это я, шаблон, наверное, от россиян, они, знаешь, говорят, русская Европа. Статистику невозможно убить, и так или иначе где-то порядка 65% населения Латвии в какой-то мере знает русский язык. Это первый момент. Второй момент – образование. Это у нас развился такой кластер между Юрмалой и Ригой, образование детей. Между Ригой и Юрмалой сейчас построены три международных школы, куда тоже люди едут, отдают своих детей, и они получают нормальное европейское образование. Одна из них, как бы, условно-американская школа, вторая – английский колледж, и третья – это французский экзюпери. Люди решают там языковые моменты со своими детьми, они знают много языков, ну и плюс образование. Вот, наверное, это плюс так или иначе, все равно я считаю, но, опять же, да, у нас спокойнее. Понятно, что, знаешь, тоже, когда россияне приезжают, а вот как тут деньги заработают? Ну, сори, но в Москве, безусловно, Москва-мегаполис, там деньги зарабатывать гораздо проще, чем у нас, и у нас таких ниш и возможностей нет, но, наверное, более, как бы, законодательно все попроще. Так что, вот такие, знаешь, как бы, спокойствие, наверное, спокойствие, еще раз спокойствие. Еще раз спокойствие. Ну что ж, дорогие друзья, Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр» портала «Варианти.лв». Контакты, Роман, напубликуйте, с удовольствием проконсультирую вас по любым вопросам, связанным как с латвийской недвижимостью, так и с продлением или получением виды на жилиство. «Благо в Латвии» сейчас это сделать можно. В чате, пожалуйста, контакты прошу опубликовать. Все, вот они опубликованы. Роман, спасибо тебе огромное. Свяжемся, свяжемся. До встречи. До свидания.